В Бурятии 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 Они связаны с высокими комиссиями, которые берут с поездок такие сервисы, как Яндекс.Такси, Убер, Максим и другие. Корреспондент 7 канала Владислав Пирогов решил выяснить, довольны ли красноярские перевозчики, работая с агрегаторами, и почему они не поддержали протестующих коллег. Фактически, по большей степени, мнение водителя никого не интересует. Это Максим, он работает в Яндекс.Такси. И, по-видимому, доволен он тут не всем. Говорит, жалобы коллег на цены поездок и высокую комиссию не доходят до агрегатора. Служба поддержки молчит. Задать вопросы просто некому. Но и бастовать или уходить с работы Максим не собирается. Это его основной заработок. Поэтому крутит баранку по 12 часов, по нескольку раз в день объезжает город и получает копейки. Чтобы прокормить себя и семью, берет больше заказов. Приходится мотаться очень много и по низкой цене. Допустим, проехать с одного конца города. Это, ну, допустим, даже вот недавно совсем с вокзала до Черемышек за 170 рублей. Это, я думаю, ну, любой человек просто проехать 19 километров по пробкам, получить 170 рублей, это, по-моему, уже ниже Плинтуса. В среднем красноярские таксисты берут по 20 поездок в день. Это около 3000 рублей. С каждой поездки процент взимает агрегатор. Например, такси Максим берет 10%, Яндекс 15%. Из остатков еще около 30% забирает таксопарк, плюс аренда машины. Итого водитель за 12 часов получает чуть больше половины из заработанного. И хотя для пассажиров тот же Яндекс цены немного снизил, это опять же стукнуло по карманам шоферов. Отсюда до покровки 150 рублей, грубо говоря, стоит ехать. Это нормальная цена, даже по 10% комиссии. Как вы считаете? А вы только в Максиме работаете или по всем так? По многим. Что Яндекс, что Максим. Да, здесь они большие. А в Яндексе комиссия больше, цена чуть дороже, но по итогу то же самое выходит. Чтобы взять больше заказов, таксисты подключаются сразу к нескольким агрегаторам, в том числе к новому, в сети Мобил. Там сейчас поездка чуть ли не самая дешевая в городе. Но, как говорят водители, условия работы такие же. Комиссия такая же. Как бы работаем потихоньку. А в чем, вот почему решили выбрать сети Мобиль в качестве? Ну попробуем. Везде хорошо. В Красноярском офисе Яндекс.Такси говорить с нами на камеру отказались. Но руководитель офиса сказал, что цены формируются честно, исходя из тарифов и доп. начислений. А то, что некоторые водители ими недовольны, это их субъективное мнение. Представитель агрегатора добавил, что возмущаются только те, кто недоволен своим заработком. Мол, есть и такие, кого все устраивает. Официальный комментарий там не дали. Надеемся, в головном офисе Яндекса позицию фирмы озвучат более детально. Мы направили туда официальный запрос. Красноярские же общественники считают, что агрегаторы, которые захватили рынок, не должны быть монополистами. Как минимум, есть таксопарки, которые гарантируют качество перевозки. У людей должен быть выбор. Если кто-то хочет максимально гарантированное, чистое такси с водителем, лицензированным, прошедшим досмотр ежедневный и так далее, он должен выбрать вот такую услугу. И, конечно, она будет дороже, чем услуга просто агрегатора. Пока все упирается в баланс цены и качества. Если дешевле, то чаще всего хуже. Но многих это устраивает. А потому вряд ли стоит ожидать изменений на рынке такси в ближайшее время. Если, конечно, сами таксисты не начнут действовать. Владислав Пирогов, Сергей Раков, Седьмой канал. В Кемеровском центре сохранения биологического разнообразия прооперировали краснокнижного белого совенка после того, как он угодил в капкан. Птенца с поврежденной лапкой доставили в центр реабилитации местные жители, потому как ему требовалась срочная операция. По их словам, совенок летел в Сибирь из тундры, предположительно, с таймыра. Специалисты говорят, пернатому хищнику теперь будет трудно охотиться в дикой природе. Поэтому будет решаться вопрос о временном приюте. Пока же реабилитация будет проходить до весны в единственном в России центре, где квалифицированную ветеринарную помощь получают редкие и экзотические виды животных. Полярная сова поступила к нам, к сожалению, в достаточно плачевном состоянии. Какое-то время на морозе она находилась с левой ногой в капкане. Но капкан, к счастью, был, видимо, не такой большой мощностью для того, чтобы костные структуры были сломаны. Но его вполне хватило для того, чтобы птица получила выраженную глубокую концентрическую рану. Рана представляла из себя циркуляторное повреждение по всей площади цевки. К сожалению, в данном случае структуры мягких тканей были повреждены безвозвратно. То есть кость, по факту, была обнажена по кругу. Но, насколько получилось, мы постарались, конечно, провести оперативное вмешательство. Обязательные уроки экологической грамотности и раздельный сбор мусора предложили ввести в детских садах и школах Бурятии. Какие еще нововведения обсуждали на круглом столе женщины Бурятии? Подробности в материале моих коллег в Улан-Удэ. 15 тысяч полигонов в стране и всего 4 в Бурятии. При том, что половину из них открыли в этом году. И понятное дело, что этого недостаточно. В некоторых районах мусор складировать и вовсе негде. К мусору нужно относиться как к вторсырью. То есть это все, что у нас образуется в доме. И вообще, когда есть разумное потребление, то уже можно минимизировать количество отходов, которые у вас образуются в вашем жиле. Каждый человек ежегодно производит около полутонны мусора. Большинство отходов разлагаются десятками, а то и сотнями лет. Общественники уверены, выход один – раздельный сбор и переработка. Однако организации, которые этим занимаются, уже терпят убытки. Плитка, она не продается здесь в городе. Если мы будем другие изделия изготавливать, то это тоже так же, как и так. Не хотите, вам бесплатно бизнес-идею подарю? Бесплатно. Я говорил, знаете, у нас дачников около 40 тысяч, да? И каждый год все эти помидорные палки по кустам ежут. Сделайте, не китайские, это барахло, которое ломается. Сделайте вот включеное, красивое, вечное. Я первый у вас 100 штук куплю. Предпринимателям необходимы налоговые льготы, скидки на электроэнергию, помещения и субсидии на оборудование. В противном случае производству по переработке вторсырья просто не выжить. В Октябрьском районе города уже организован раздельный сбор мусора, установили 20 контейнеров. Еще 300 баков в начале следующего года распределят по школам, города и детским садам. Давайте стимулировать, да, школы, которые где-то все организуют. Давайте им премии дать на что-нибудь, на благоустройство, там, не знаю, компьютерам подарить. По собственной инициативе многие школы города уже собирают мусор и опасные отходы в отдельные контейнеры. Несмотря на это, экологические уроки планируют ввести в обязательную школьную программу. Вот эта мягкая женская сила, она вот несет позитив, будем говорить, трудные вопросы с легким позитивом, их надо решать. Не просто кричать, орать, что у нас все плохо, а надо что-то делать, надо учить детей, надо рассказывать дома. А кто, кроме мамы, лучше расскажет? Резолюцию круглого стола направят в правительство Республики Бурятия, в Совет Федерации и Государственную Думу. Также документ будет служить рабочим материалом для муниципалитетов и школ города. Кристина Соснина, Виктор Грановской, телекомпания «Оригус». Приехали с призами. Накануне саратовские добровольцы показали свои навыки. По легенде, они должны были оказать первую помощь человеку после ДТП. Ребята недавно вернулись из Москвы, где приняли участие в форуме «Вектор спасения». В полевых условиях команда из других регионов и стран устраняли последствия ЧАЭС. Корреспондент наших партнеров канала «Саратов-24» Полина Попенец знает, в каких номинациях победили будущие спасатели. Первое, с чего мы начинаем, это должны убедиться в собственной безопасности. Как говорят, если есть один пострадавший, то их может быть и несколько. Есть примерно 10 минут, чтобы вывести пострадавшего из клинической смерти. Татьяна Шишкова – участница форума «Вектор спасения». Девушка вместе со своими сокурсниками боролась за звание лучших добровольцев в Москве. Испытания проходили в полевых условиях. У меня были эмоции, немного паники, страха, но я быстро собралась с мыслями, и мы начали действовать и помогать пострадавшим. А во время тушения пожара инструкторы и эксперты устроили поджог трехэтажного здания, и мы должны были спасти оттуда статистов из огня и ликвидировать возгорание. Могу сказать, что это просто бесценный опыт в сфере спасательных работ. Это противогаз ГП-3, он используется военными, используется спасателями. В случае газовой атаки у спасателя есть 40 секунд, чтобы надеть противогаз и спецодежду. Никита Левицкий тоже был в составе саратовской команды на форуме. Больше всего Никите запомнилось общение с иностранцами. База и основы, естественно, одинаковые, но у них, опять же, другое оборудование и другая методика обучения. Поэтому разница есть, но в деле спасение происходит практически один в один. Ребята познакомились с немцами, то есть они даже некоторые, не зная немецкого языка, умудрялись на пальцах объяснять друг другу, что они друг к другу хотят. Для участия в форуме ребят готовили целый год. Обучают студентов, спасателей на своем инвентаре. Студенческий отряд «Вектор» основан на базе архитектурно-строительного колледжа. В него входит 100 человек. На форум отобрали пятерых. Они защищали честь региона и выиграли. У нас был серьезный конкурент Екатеринбург. У них очень тоже сильная команда. Но для судьи была важна та работа, которая проводилась в течение года. И на тех, в ликвидации каких-то чрезвычайных ситуаций принимал отряд. Выполнение упражнения «Преступись». Саратовские волонтеры получили первое место в номинации «Добровольчество в чрезвычайной ситуации». Домой вернулись не с пустыми руками. Ребятам подарили семь наборов современного альпинистского снаряжения. Полина Попенец, Олег Буланов, Саратов-24. Это вся информация. К этому часу я, Юлия Кожевникова, прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго и оставайтесь на исти. Редактор субтитров А.Семкин